Итак, друзья, сегодня я бы хотел поговорить о внешней звуковой карте, которая называется Creative X-Files Round 5.1 Pro И сегодня я хочу рассказать вам о положительных сторонах данной USB-звуковой карты Покупалась она в 2014 году, и соответственно, подождите, в 2014, или в 2013 году, по-моему, все-таки, возможно, даже в 2012, друзья, настолько это было Друзья, это точно было до 2013 года, скорее всего, в 2012 или 2013 год, короче, и вы представляете, да, то есть ей уже примерно там 9 лет, друзья, 9 лет, и она до сих пор работает, блин Значит, креатив, что ты делаешь, соответственно, это же и является плюсом, то есть долгоиграющей Тогда еще в материнских платах были плохие звуковухи, и, или, блин, или я покупал просто дешевые звуковые карты Ой, дешевые, прошу прощения, материнские платы, поэтому там был плохой звук, но не суть, друзья После того, как я вставил вот эту USB-звуковую карту, просто звук преобразился настолько, что просто я пользуюсь до сих пор, меня звук устраивает на 100% Значит, из плюсов, это то, что ее даже недавно еще продавали, сейчас я только зашел на Яндекс.Маркете, увидел, что их на Яндекс.Маркете, по крайней мере, уже не найти, к сожалению Вот, из плюсов, кстати, видите, здесь у меня два звуковых выхода, вот здесь вот такой звуковой выход, здесь есть на наушнике Если вставляешь наушник, то где-то выключается звук, ну, вот сюда вставляешь, будет звук в наушниках, выставляешь, будет звук в колонках Здесь у меня колонки, то есть классно сделано, удобная крутилка, красиво выглядит, хорошо лежит на столе, не занимает много места И, соответственно, друзья, есть даже пульт, которым никогда не пользуется, видите, вот эта лампочка, это для пульта, вот надо инфракрасным пультом туда тыкать И, соответственно, нажимать, у меня где-то пульт поваляется, и мне пользоваться Вот так достается кнопочка, друзья, и она изначально вот так досталась, так что не переживайте Вот так нажать, это выключить звук, вот так включить, когда выключаете, соответственно, здесь, видите, Мика, это вот наша лампочка Друзья, по разъёмам я, честно скажу, не пользовался вот этим оптическим разъёмом, не пользовался остальным, только вот этими двумя и вот этими максимум тремя Даже микрофон, не помню, подсоединял ли Друзья, короче, 9 лет звуковой карте, по крайней мере, у меня она работает до сих пор Конечно, были какие-то там проблемы с драйверами, когда вышло Windows 10, там, Windows 10 выдавал именно из-за звуковой карты синий экран Но потом всё поправили, всё работает до сих пор До сих пор креатив выпускает, значит, драйвера для этой карты, для Windows 10, всё работает неплохо И, друзья, блин, я уже даже думал, может быть, поскорее бы она сломалась Но, с другой стороны, нет, всё нормально Здесь, видите, даже подсоединение идёт по не микро-USB, а по мини-USB Но, кстати, он, мне кажется, мини-ламучий, потому что он просто здоровее, и поэтому как-то так Друзья, звук меня устраивает, меня устраивает долговечность И тогда слышите вот это вот, да? И когда выключаешь компьютер, почему-то иногда, вот, выключив всё, там, типа, потухло И вот такой вот, то есть там что-то, знаете, из-за температуры или изменения, я не знаю, чего-то там Иногда вот так он там сам по себе, похрустнул Мне это никогда не напрягало, наоборот, даже это, мне кажется, круто Друзья, то есть звук отличный, качество неплохое, потому что до сих пор держится Значит, меня во всём устраивает, выручало, помогало Приятно пользоваться, хороший дизайн, даже до сих пор кажется неплохим дизайном И в целом-то, в общем-то, я к ней привык И я, у меня уже такое убеждение, что она, возможно, проработает ещё, ещё 10 лет Ну почему нет, почему нет, друзья, почему нет, почему вы так не верите технике Почему вы привыкли, что техник постоянно ломается Я не знаю, возможно, дешёвая техника, покупать дорогую технику Ладно, друзья, вот, собственно, и всё, я не знаю, вот всё, что хотел сказать, я сказал Надеюсь, вам было интересно Значит, характеристики на всех случаев оставлю в описании Всего доброго, всем пока, до свидания Субтитры сделал DimaTorzok